В Центре психического здоровья занимаются профилактикой суицидов, наркомании, помогают детям с ментальными нарушениями. В рамках Дня психического здоровья специалисты центра организовали семинар. На нем коллегам из других областей медицины рассказали, как распознавать признаки того, что человек намеревается уйти из жизни. В основе семинара идея такая, чтобы взаимодействовать с первичными центрами и с поликлиниками города и области именно в плане профилактики суицида, предупреждения и оказания медико-психологической помощи. Слушатели – врачи общей практики, терапевты, невропатологи и психологи. Им рассказали о причинах, по которым человек может принять решение закончить свою жизнь. Важно не только замечать признаки того, что человек готовится к суициду, но и внимательно его слушать. Тогда трагедию можно будет предотвратить гораздо раньше. По словам психолога Ирины Якимовой, самая частая жалоба – «меня не слышат». Чтобы показать свое небезразличие и узнать состояние человека, ему нужно задать правильные вопросы. И вроде как расспрашиваем о каких-то очевидных вещах. Но ответы подростка, конечно же, дают очень хорошую информацию для дальнейшего анализа и обсуждения уже при построении командной помощи, при построении медико-психологического сопровождения. Нельзя забывать и о конфиденциальности при таких беседах. Человек должен ощущать себя в безопасности. Анатолий Мухамедшин помогает людям с зависимостями восстановиться после лечения. По его словам, у этой категории пациентов нередко бывают суицидальные мысли. Человек теряет смысл жизни. Человек не видит доверия, не видит взаимоотношения с родными. И в этот момент появляются потери смысла жизни и мысли о суициде. Зависимые люди – это люди, у которых проблемы. То есть алкоголь – это не причина. Алкоголь – это уже следствие того. То есть нужно искать причину. Так же и наркотики. За 9 месяцев этого года свели счеты с жизнью двое несовершеннолетних. Еще 10 предприняли такую попытку. Специалисты центра напоминают – общение пациента и врача конфиденциально. На учет в случае обращения с суицидальными наклонностями не ставят, даже если человек находился на стационарном лечении. Поэтому факт обращения не повлияет на дальнейшую жизнь.